здравствуйте мне 44 года хочу рассказать о своей переломной ситуации в жизни росла избалованная папина дочка и папа умер когда мне было 15 лет это было 1993 году тогда были смутные времена работы не было все чем-то торговали я свои 18 лет подалась торговлю все вроде со стороны так красиво такая умничка мамина помощница но избалованная финансовая свободная для 20-летней девушки я вообразила себе что мне тяжело таскать эти сумки и начала попивать пиво курить в общем вела себе не очень правильную жизнь так продолжалось до 24 лет я купил 24 года я уже купила квартиру младшие закончили учиться работать начали острые необходимости торговать дальше не было рынок и оставила вышла на работу но пить и курить продолжала в 29 лет мне поставили диагноз субсирозная и субмукозная миома больших размеров врачи сказали что нужна операция и возможно удаление матки это был кошмар для меня это был удар столько слез и ночами плакал вообще не могла поверить не не ночами и сутками плакала ходил мне все мысли только были об этом я не поверила нашим врачам отправила снимки узи в клинике а москвы алматы ответы были примерно как у наших врачей этот диагноз заставил не задуматься о смысле жизни внутри горела все такое чувство больше меня вот в угол подвели в угол поставили все ну как это у меня не будет детей родные все уговаривали оперироваться потому что мема матки могла в любой момент разорваться и начаться кровотечение а я вот решила умирать так со всеми своими органами мема я уже ощущала живот был как при беременности 14 недели это врачи мне так сказали в общем не знаю как вот объяснить но тогда меня повели одной целительница я вообще не верю не верила и особо не хотела даже просто родные чуть ли не со слезами просили и поэтому я пошла для галочки целительница мне много говорила о моем же прошлом причем с такими эмоциями с таким пренебрежительным тоном даже с таким отвращением вот что мне сама стала вот противно от себя вот а то что и вот вот она говорила я вот передо мной стояли вот эти вот бокал пива и вот сигарета вот как бы как я в кафе сижу вот это вот стоял прям мне было вот это противно вот про будущее она только сказала возьми молитвенный коврик она твое спасение если не возьмешь тебе спасение нету я от нее вышло меня прям трясло я все так вся такая заплаканная и такая прескала себя же мне было противно вот от себя вот я не знаю как это объяснить тогда я после этого сразу бросил не то что не бросил я после этого и не пила после посещения целительности я уже не пила курить бросила смиренно стала на намаз сейчас спустя вот сколько 11 13 лет я благодарю аллаху за этот диагноз миома матки я вышла замуж у меня двое чудесных мальчиков миома убрали во время первых родов первая беременность была чудом даже когда я забеременела мне врачи говорили что миома вытолкнет ребенка только на 2 2 недели беременности врачи сказали все расслабься чудо есть если в нее верить так что ребята чудо есть если в нее верить